Здравствуйте, уважаемые друзья! Рад приветствовать вас на канале. Сегодня будет обзор нового смартфона Redmi 12C. Смартфон является бюджетным, поэтому самое главное, чтобы он хорошо работал, без тормозов, и позволял выполнять те функции, которые вы от него хотите. Поэтому давайте начинать. Как всегда, проведем все тесты, все проверим, чтобы после обзора уже точно знать, хотите вы его покупать или нет. Погнали! Быстрее, как комплектация, тут все просто. Приходит в такой белой коробочке, на торцевой стороне все характеристики смартфона. Внутри, собственно, сам смартфон, немножечко макулатуры, скрепка излечения лотка SIM-карт, самый обычный кабель зарядки и блок питания на 10 Вт. Стоил данный девайс на момент обзора около 10 тысяч рублей за версию с 4 гигабайтами оперативной памяти. Ссылки на покупку, конечно, оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Смартфон выпускается в четырех цветах. Черный, зеленый, синий и фиолетовый. Задняя крышка пластиковая, структурная, выполнена в такую вот симпатичную полоску. Отпечатки собирает, желательно, конечно, пользоваться чехлом, которого, к сожалению, в комплекте нет. Сзади грани слегка загнуты, стекло 2,5D. Модуль камер компактный, практически не выпирает, но, правда, ничем и не защищен. Бортики маленькие, чехла опять же нет. В природе он, конечно же, есть, но надо покупать отдельно. Рамки небольшие, если не считать нижней. Камера сделана в виде капли. Защитные пленки или стекла с завода, к сожалению, не наклеено. Лоток полноценный, две симки плюс карта памяти. Защитная резинка на месте. Давайте быстренько поразделим. Сверху подпроводные наушники 3,5 мм. На левой стороне находится лоток под сим-картой. Снизу микрофон, порт зарядки. Обратите внимание, порт зарядки microUSB. В своем видео, ребята, иногда буду сравнивать его с его предшественником, в коем является Redmi 10C. Так вот, там порт зарядки был Type-C. А тут, к сожалению, шаг назад microUSB. Единственный динамик. С левой стороны находится кнопка питания и качельки громкости. Сканер отпечатков находится у нас с вами сзади, вот здесь вот, под логотипом Redmi. Для бюджетника сканер срабатывает быстро, практически без задержки. Разблокировка по лицу также присутствует и работает тоже, в принципе, шустро. Габариты смартфона вы видите на экране. Вес 183 грамма. По ощущениям в руке ничего особо выделить нельзя. Стандартный, как и там 99% его собрать. Что касается дисплея. IPS-матрица 6,7 дюйма. Разрешение, к сожалению, HD+, но ничего не сделают. Модель бюджетная. Плотность пикселей для данного разрешения нормальная 268 ppi. Частота обновления экрана только базовая 60 Гц. Яркость для IPS-матрицы нормальная. 108 кандел на метр квадратный. На улице под открытым небом также все довольно неплохом уровне. Читается хорошо. Белый цвет под углами белый. Тут тоже все в порядке. Никуда не уходит, не убегает. Шима, понятное дело, нет. IPS-матрица. В принципе, пользный дисплей мне вызывает каких-то там плохих или негативных эмоций. Конечно, хочется Full HD, но все-таки это бюджетник до 10 тысяч. Давайте не будем об этом забывать. Индикатора пропущенных уведомлений нет. Датчик приближения, к сожалению, живет своей жизнью. Иногда все отлично и работает хорошо, а иногда делать, что хочет, может не срабатывать, а может, наоборот, оставаться темным, хотя рядом уже ничего нет. Звонилка установлена от Google. Запись вызов есть, но с предупреждением о начале и окончании. Верхний динамик довольно-таки громкий, поэтому окружающие могут слышать, что вам говорят в телефоне. Седьмой и двадцатый бэнда на месте, здесь все хорошо. Качество сигнала сравнивал со своим Xiaomi 12T. Как видите, они на одном уровне, тут все в порядке. А вот с мобильным интернетом немножечко хуже. Первое. Аппарат не поддерживает агрегацию частот, поэтому скорость интернета будет ниже, чем могла бы быть. Как видите, на одном и том же операторе, на 12T у нас с вами два канала по 10, да, а на 12T всего лишь один канал. Также 4G иногда проваливался до 3G, в то время как на 12T были стабильные 4G+. Из коробки работает на 12-м андроиде, поверх стоит 13-й MIUI. Скорость работы самой системы, скорость открытия приложения для своего бюджетного уровня в принципе нормальна. Не быстро, конечно же, может быть хотелось бы немножечко побыстрее, но опять же мы знаем какой класс этого смартфона. Для него все открывается в принципе быстро и хорошо. При работе в самой системе также тормозов в принципе особых выявлено не было. Также все открывается чуть дольше, чем обычно, но в принципе никаких проблем, все работает хорошо. NFC присутствует, поэтому можете платить телефоном. 5G, конечно же, нету. Wi-Fi пятого поколения с поддержкой 5 ГГц. Версия Bluetooth 5.1 и на удивление есть поддержка продвинутого кодека LDAC. Честно, не ожидал. Кроме него также есть и стандартные FBC и AAC, конечно, куда же без них. Спутников видит много, тут все отлично и никаких проблем. Также пошел проверил, как он видит карту, как GPS читается. И тут мне не очень, если честно, все понравилось. Во-первых, он меня вел, как будто я пьяный постоянно, да, вот такими вот зигзагами, не знаю, с чем это связано. А во-вторых, несколько раз, оказывается, я проходил сквозь дома. Если здесь совсем чуть-чуть, да, и можно как-то на погрешность, на точность определения списать, то вот здесь уже вот конкретно завел меня практически в полдома. Здесь уже, наверное, метров 7-8 погрешность от того места, где я действительно был. Ну и вот еще разочек. Поэтому GPS, вот смотрите сами. Процессор стоит старый, бюджетный, трехлетний Mediatek GELIO G85 на 12-нанометровом техпроцессе. За графику отвечает такой же старенький бюджетный Mali-G52. В Antutu набирает всего 211 тысяч баллов. Для данного класса, думаю, это нормально. Geekbench показывает следующие результаты, можете их посмотреть на экране. Троттлинг, 30 минут на 100 потоках, до 92% в зеленой зоне, производительность 125 гипса. Опять же, без претензий, с оглядкой на класс смартфона. Оперативной памяти может быть 3, 4 или 6 гигабайта. У меня на обзоре версии с 4 гигабайтами. Тип памяти LPDDR4X для бюджетника за глаза. Можно еще расширить память на 3 гигабайта, и будет у вас как минимум 7. Внутренней памяти 64 гигабайта или 128. Тип памяти самый бюджетный, EMMC 5.1. С одной стороны, для подобных бюджетников вроде бы и нормально, что у них и бюджетный тип памяти. Но с другой стороны, у его предшественника Redmi 10C, тип памяти был на один класс выше UFS 2.2. Поэтому здесь очередной даунгрейд. То есть, опять мы на шаг вниз идем. Есть поддержка SD-карт до 1 терабайта. Ну что, уделим минутку другую игровым тестам. FPS, как всегда, конечно же, будет выведен сверху для вашего удобства. Начнем с простенького. Это танки. Тут все стабильно. 60 FPS, как говорится, ни шагу назад. Все отлично играется на средних настройках. Никаких претензий к аппарату нет. Все стабильно и хорошо. Как видите, и динамика за бой также все это подтверждает. Средний FPS 60. Давайте теперь возьмем потяжелее PUBG. И тут, опять же, на мое удивление, не на самых низких настройках стабильный 40 FPS. Лагов нет. Ничего не подтормаживает. Не сказал бы, чтобы я испытывал какие-то неудобства при игре. Все спокойно и по фэншую. Бегаем, нагибаем, стреляем. Все отлично. Смотрим инфографику. Средний FPS 39. Все ровно, все стабильно. Ну и переходим к Genshin Impact, который выжимает все соки смартфонов. И тут, к сожалению, пришла пора сдаваться. Частые тормоза даже на минимальной графике. FPS часто падает ниже 20. Непонятные световые шоу на экране. Какие-то провалы текстуры и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому третий уровень сложности уже Redmi 12C не по зубам. Средний FPS, как видите, 23. О стабильности нам остается только мечтать. Падения яркости экрана со временем нет. В начале игры яркость была 51,7 кандел на метр квадратный. И через час, в принципе, осталась на том же уровне. А вот нагрев прилично. Еще не успев даже начать играть, только загрузив температуру, уже 38 градусов через 20 минут. Оно уже 45 и дальше держится на уровне 45. Что касается расхода, здесь все по стандарту. 18% за час игры это прям вот норматив. Друзья, ну если хотите покупать цифровую бытовую технику по очень хорошим ценам, а также первым узнавать о старте продаж новых устройств, добро пожаловать на мой телеграм-канал, где я каждый день выкладываю очень хорошее предложение со скидками, акциями, купонами и промокодами как с Алиэкспресс, так и с торговых российских площадок. Присоединяйтесь. Ну и мой второй канал, где выходят анонсы всех видео, где я делюсь новостями цифрового мира, а также выходят полезные инструкции и лайфхаки по работе со смартфоном. Ссылки на оба канала в описании, подписывайтесь, всех жду. Из-за строек системы ничего выделять не буду, не потому что не хочется, а потому что здесь просто нечего выделить. Аппарат бюджетный и каких-то уникальных фишек нет. Клонирование приложения нет, разделение экрана нет, второго пространства нет, и из мюанских фишек каких-то остались только вот плавающие окна, если кому надо, они здесь присутствуют. Все остального нет. Батарея стоит на 5000 мАч, быстрой зарядки нет, обычная на 10 Вт. За 10 минут заряжается на 10%, за 30 минут 22%, за час 43%, ну и полностью заряжается от родного блока в 10 Вт за 2 часа и 45 минут. Автономность не самая лучшая, я почему-то думал, что бюджетники держат дольше. Стандартный опыт, просмотр YouTube в качестве 1080 на яркости 50 кандель на метр квадратный. После 13 часов просмотра осталось 3% заряда батареи. Не самый плохой, конечно, результат, но хотелось бы немножечко побольше. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас здесь по звуку. Динамик, повторюсь, один расположен здесь вот снизу. Ну и давайте послушаем, как это звучит. Ну что ж, низов, конечно же, полностью нет, но для своего класса звучит, в принципе, нормально, могло быть и хуже, как говорится. Ну что ж, давайте перейдем к фотоотчету. Основная камера на 50 Мп без опознавательных знаков так и не смог найти ее производителя. Плюс еще затычка на 2 Мп. Сложно, конечно, оценивать фотографии таких ультрабюджетных смартфонов. С одной стороны, понимаешь, что, по идее, должно быть оно лучше, но если соотносить качество к классу данного смартфона, то вроде бы даже ничего. Давайте поэтому просто посмотрим. Вот несколько фотографий, сделанных в домашних условиях, при плохом освещении, так скажем. Тест записи видео Redmi 12C. Может писать 1080p, 720p, все это 30 кадров в секунду. На удивление, цвета передает натурально и не пересвечивает ни красный, ни синий, что удивительно, если честно, для такого сегментного бюджета. Голос вы слышите непосредственно с смартфона, как записывать, так и есть, без всякой обработки. Стабилизации нет никакой, ни оптической, ни цифровой. Вот мы немножечко прошлись, заодно можете посмотреть на тряску. Автофокус близко, далеко. Ну, к автофокусу тоже никаких претензий нет. Фронтальная камера всего лишь на 5 Мп и пишет либо 720, либо 1080, все это в 30 фпс. Дополнительные режимы съемки практически отсутствуют, из них есть только таймлапсы. Ну что ж, и давайте потихонечку подводить итоги. Плюсы. Первое, это цена. Второе, мог бы отнести экран, все-таки яркий, хорошо видно, но без Full HD не хочется. Полноценный лоток под сим-карты. Поддержка кодека LDAC. Возможность играть в игры среднего уровня. Ну а минусы. Нет быстрой зарядки. Порт зарядки всего лишь microUSB. Это вообще, ну как бы, в моем понимании уже недопустимо. Сканер отпечатков сзади. Датчик приближения своеобразный с характером. Нестабильный мобильный интернет. Устаревший тип памяти. Понимая, что ультрабюджетник, но у предшественника было лучше. Значит, надо это выделить как downgrade и отнести в минуса. Ну и отсутствие привычных фишек MIUI в системе. Ну и давайте подведем общий итог к одним предложениям. Если вы играете во что-то по типу 3 в ряд, либо у вас общение в соцсетях, мессенджерах, то все окей. Можно телефоном пользоваться. Но если вы хотите от смартфона что-то большее, то уже проходим мимо данного аппарата. На этом буду заканчивать, друзья. Ссылки на смартфоны и на мои телеграм-каналы, как я уже говорил, в описании и закрепленном комментарии. Спасибо, что смотрели. Всех благом, удачи. Пока-пока. Пока.